МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Анастасия, Айазин, Ойма-Килисе. Орлы-тарик издевает, посмотрим. Сейчас мы находимся около одной из знаковых построек в Африкийской долине. Это церковь Айазини, которая была построена в тысячном году нашей эры. И, друзья, вот она, Фрикийская долина, которая начинается от Эскишихира до Эр. Дальше деревня Демирли, в которой мы были. И сейчас мы находимся в местечке Айазини. И посетим с вами одну из важных достопримечательностей Фрикийской долины. Туда можно пройти внутрь и даже подняться наверх. На самом деле во Фрикийской долине очень много интересных мест. Такие достопримечательности, как Перебаджалары, практически такие же, как в Каппадокии. Это туф, который посредством силы ветра сформировался вот в такие вот интересные Перебаджалары. Здесь, конечно же, много церквей, различных построек непосредственно в горах. Вот такие вот отдельно стоящие двери, здание, которое ушло под землю. Очень много захоронений. И, например, одно из самых знаковых – это Асланташ, камень львов. И Иланташ – это камень змеи. Очень много, как я вам уже сказала, захоронений. И вот таких вот интересных построек, которые непосредственно сделаны в самой вот этой туфовой породе. Фрикийская долина тянется на много-много километров. И сейчас мы приехали непосредственно к вот этой вот церкви. Давайте с вами пройдем внутрь. Я думаю, что многие из вас были в Каппадокии, но немногие из вас знают о Фрикийской долине. А на самом деле это одна из достопримечательностей турецкой, достопримечательностей в Турции. Сейчас поднимемся на самый верх, чтобы увидеть обзор на долину. Вот такой вид открывается с вершины этой церкви. Вот там внизу стоит Айхан. Айхан! Помаши! Вон там вот внизу стоит Айхан. И вот такой вот вид открывается на всю долину и длится она туда вдаль. Ну а мы идем обратно. О, как ты? И им сам, как ты? И еще один чай демилет. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. 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 Пойдемте, чтобы не снимать. Санды. Посмотрим, куда Айхан забрался. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, пользу нам. Ирина, хорошо? Какое? Пойдемте, пойдемте. Пойдемте, поймите. Пойдемте. Олень, я тебе тебе чай. Пойдемте, у вас очень здорово. Спасибо. Пойдемте, рабочий. Бой, не кое-канал. Будем здесь живeremos. Пойдем здесь. Пойдем сюда. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 а вот такой вот вид открывается с нашей гостиницы последний день мы решили остановиться в гостинице близко к центру и как вы видите в той стороне находится старый город крепость и вот такой вот сегодня прекрасный закат сейчас мы находимся опять с вами в старом городе в афионе здесь находится караван-сарай ташхан с вами мы уже в нем были и здесь продают различные изделия из металла вот такие вот интересные для лукума различные предметы и сейчас покажем вам очень интересные детали точнее бубенчики которые изготавливают для коров лошадей для овец и кос посмотрите какие огромные есть и вот так вот они звенят есть конечно же поменьше маленькие стоят они вот 7 лир вот это настоящие обожженные печи и вот такие вот украшения вешают на на лошадей в некоторых моих видео вы слышали вот этот звук вот он этот звук есть а вот это вот ошейники для собак которые охраняют непосредственно стада когда нападают волки ну если нападает кто-то то то собака защищена вот таким вот ошейником здесь очень много вот таких вот маленьких магазинчиков мастерских где можно купить различные товары для хозяйства вот опять колокольчики колокольчики для лошадей мирового и для животных вот так вот выглядят старые дома здесь дома в которых еще живут люди и все эти дома постепенно реставрируют а вот там на самом верху крепость крепость афьона вот так вот можно прогуляться по старым улочкам города очень интересный дом такой круговой прям давайте посмотрим как он выглядит с той стороны да вот такой вот небольшой дом вот так вот он продолжается даже стену дома неровные и вот один из таких домов например продается мы сейчас ради интереса позвоним узнаем сколько стоит вот такой вот дом а еще здесь продают афьонский хлеб а вот здесь делают хлеб такой хлеб весит порядка двух килограмм и делают выпекают 100 штук в день продают около 100 штук в день вот этого хлеба 30 лет эта семья печет вот этот вот этот хлеб и 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